Вы когда-нибудь задумывались, почему индекс растет быстрее, чем ВВП? Я много раз задумывался на эту тему. Давайте подумаем вместе. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня постараемся понять, почему индексы растут быстрее, чем ВВП. Ну, казалось бы, что такое индекс? Индекс – это средняя стоимость компаний, которые входят в экономику страны. И экономика растет, компании растут. Давайте представим, как этот индекс выглядит на бумаге. Вот, посмотрите, я нарисовал примерно индекс. То есть, если взять все компании, которые находятся в стране, и по капитализации расставить их в порядке возрастания, то будет вот примерно такая картина. То есть, будет большая часть капитала, который входит в экономику, сосредоточен у небольшой части компаний. А меньшая часть хвостик, он сосредоточен в огромном количестве мелких компаний. И вот в этом хвостике... Так, где он тут? Вот он. Вот в этом хвостике огромное число компаний. А вот тут очень мало компаний. Смотрите, есть индексы разные. Есть индекс Dow Jones, вот он. Есть индекс S&P 500, самый известный индекс. Есть индекс Nasdaq 100, есть Russell 2000, есть Nikkei, Eurostox, DAX. Это самые известные индексы. Но есть еще компании различные, там типа Vanguard и MSCI, Morgan Stanley, они создают свои индексы. То есть, каждая компания, каждое крупное объединение создает свои индексы. И о чем идет речь? Смотрите. Но Dow Jones, он самый старый, но в него входит очень мало компаний. Там, по-моему, то ли дюжина, то ли две дюжины. Ну, в то время, когда он основывался, еще так считали. И они считали на этих самых, еще даже не было калькуляторов на Феликсах. Поэтому очень сложно было посчитать. Но сейчас технологии настолько распространены, компьютеры, что все считается автоматически. И поэтому нет проблем посчитать, скажем, среднюю стоимость 500 компаний. Или 100 компаний, которые торгуются на бирже Nasdaq. А вот Russell 2000, вы видите, 2000 компаний. MSCI там 600 с чем-то компаний. Но суть от этого не меняется. Смотрите, что происходит. Предполагается, что в соответствии с правилами той или иной компании... Вот, посмотрите. Вот мы... Компания расставила все... Все компании, которые входят в экономику страны, в порядке возрастания. Теперь что делается? Они говорят, что самые крупные компании вносят самый большой вклад в экономику страны. Да, это так. И поэтому, для того, чтобы понять, насколько хорошо чувствует себя экономика страны, можно просто взять и отрезать мелкие компании. Где мы их отрежем? Это зависит от того, какая компания считает. Сколько там? 500 компаний, 1000 компаний и так далее. СНП 500, значит, отрезали просто 500 компаний. Они говорят, 500 главных компаний, они все правильно отражают. И это самый популярный сейчас индекс, как вы видите. Но MSCI не менее популярен тоже, так сказать, ну, в широких, в узких кругах. Вот. Теперь далее. Смотрите, почему индекс растет. Смотрите. Вот эта вот часть. Да, это основные вещи. Но вот этот вот хвостик, смотрите, вот здесь вот, что происходит. Есть компании, которые растут быстро, быстро, быстро. И... А есть компании, которые наоборот, они вошли вот сюда, но они начинают падать. И поэтому доля компаний, которые вот здесь вот находятся, вот во всем вот этом, вот во всем вот этом, они меняются. То есть доля каких-то компаний увеличивается, а доля каких-то других компаний уменьшается. Вот в чем дело. И поэтому точно так же, как в футболе там есть какая-то высшая лига, я не увлекаюсь футболом, низшая лига, но есть борьба. Первая лига, и войдут ли они в высшую лигу. То есть есть борьба вот здесь вот, основная борьба на стыке. Какие-то компании растут, и они начинают входить в этот индекс по параметрам, по своим. А некоторые компании вот отсюда, они, ну, замедляются в росте, там какие-то проблемы у них, и они уходят из индекса. То есть индекс – вещь непостоянная. Каждые полгода состав индекса пересматривается. Вот в чем секрет. И те компании вот отсюда, которые самые активные, которые быстро растут, живая кровь, они вливаются сюда, замещая собой те, которые плохо растут. И вот именно это дает вот такой толчок индексу для роста вверх. То есть живая кровь, потому что индекс постоянно пересматривается. Как постоянно компания, которая ведет вот этот вот индекс, соответствующий S&P 500, ведет компания Standard & Poor's, рейтинговое агентство MSCI, Morgan Stanley. Есть Goldman Sachs, еще там разные компании. Они каждая считает по-своему и по своим критериям. Потому что очень важно, чтобы эти индексы очень точно отображали рост экономики. С одной стороны. И с другой стороны, да, и получается, что инвестиции в индекс равносильны инвестициям во всю экономику страны. Индексов есть огромное число. Каждая компания ведет свои индексы. Есть индекс S&P 500, да, но есть в S&P 500 подразделы, которые то же самое, только по разным отраслям. Вы хотите вложить в банковскую отрасль, пожалуйста, вам крупнейшие компании в банковской отрасли. Вы хотите вложить в оборонку, пожалуйста, крупнейшие, которые работают на оборонку. Нефтяные, то же самое, есть. Пожалуйста, вы посмотрите, как выглядит S&P 500. Да вот же он, пожалуйста. Technology, Communication and Services, Consumer Cyclical, Consumer Defensive, Real Estate, Industrials, Healthcare, Financial. То есть, понимаете, различные сектора экономики. А есть отдельные индексы вот по этим секторам. И у каждой компании, каждой компании S&P 500 или там Morgan Stanley или Goldman Sachs или там Fitch, я не знаю, они ведут каждый свой индекс. Более того, есть индексы мировые. То есть, вот совокупный индекс по всей мировой экономике. А есть индексы, например, по развивающимся странам. Потому что говорят, хорошо, вот эти вот развитые страны, они сейчас уже не растут, а растут развивающиеся страны. Emerging Markets. И есть индекс MSCI, например, EM. Да, это Emerging Markets. Есть индексы отдельные, ведутся по Турции, турецким компаниям, по ЮАР, по развивающиеся страны. Страны БРИКС, понимаете? Аргентина, Бразилия, которые самые развивающиеся, самые бурно растущие экономики. Китай, пожалуйста. Есть MSCI China. Есть такие индексы и MSCI или S&P 500. Все это есть, друзья мои, широчайший набор. И точно так же они рассматриваются по определенным критериям. Почему выгодно вкладывать именно в индексы? Смотрите, почему. Потому что компания говорит, что мы будем отбирать в индекс только компании вот по такому принципу. Все. Вот они говорят, принцип вот такой. Что такое принцип? Это формула. Просто формула математическая. Да, они вложили свои мозги для того, чтобы разработать вот этот вот принцип. И дальше уже ничего не надо придумывать. Просто есть индекс. К чему я это говорю? К тому, что есть ETF-ы, Exchange Traded Funds. Это типа PIF-ы, то есть фонды коллективных инвестиций в различные эти индексы. Потому что в индекс можно вложить только огромные деньги. То есть там речь идет о миллионах долларов. И просто есть управляющие компании, которые говорят, что вот, пожалуйста, вы вкладываете свои 100 долларов. И ваши 100 долларов распределяются между этими компаниями. У вас нету миллионов долларов. Но ваши 100 долларов мы все вместе соберем с каждого по 100 долларов. Там 200, 300, 400, 500. И вот эту огромную сумму мы вкладываем вот в этот фонд. Чем хороши такие инвестиции? А такие инвестиции хороши тем, что, имея всего 100 долларов, вы можете распределить активы по всем компаниям. Некоторые акции стоят там, скажем, 1000 долларов за один лот. А у вас всего 100 долларов. Но вы купите малюсенькую часть этой компании, вложившись именно в индексный фонд. И чем хороши индексные фонды? Тем, что там очень маленькие расходы на управление. Дело в том, что управляющая компания, она берет себе какой-то маленький процентик. Но если там есть управляющий фондом, он управляет, и ему надо платить деньги. А здесь формула. Всего лишь формула. Она беспристрастна. И поэтому вложения в фонды, они наиболее выгодны, наиболее интересны для долгосрочных инвестиций. И как вкладывать вот в такие долгосрочные инвестиции? Смотрите, я еще раз говорю. Только через соответствующую управляющую компанию, которая заключает договора вот с этими огромными монстрами, типа S&P 500, Standard & Poor's. Только с ними. Вот эти вот монстры, они заключают договора только с огромными управляющими компаниями, которые имеют соответствующие лицензии и разрешения. И поэтому вот у меня спрашивали, ну в предыдущем видео рассказывали, там было интервью с Натальей Олейник. И вы посмотрите, если не смотрели. И спрашивали, а можно ли самому купить? Ну пожалуйста, если у вас миллион долларов, вы можете распределить соответствующее, в соответствии с долями. Но миллиона долларов, я подозреваю, у вас нет. Вот, а поэтому вот только так, то есть через управляющую компанию. Управляющие компании, они связаны со страховыми компаниями и долгосрочные накопления вот так работают. Вот именно так, друзья мои. И вариантов здесь, ну крайне немного. Вы можете самостоятельно купить второй вариант на бирже долю в соответствующем ПИФе. Да, это возможно. Но если на Мосбирже, например, да, то у вас список этих ИТФ достаточно ограничен. Например, турецкий ИТФ вы вряд ли сможете взять. Вам придется идти на международный рынок. Для этого надо быть квалифицированным инвестором. Статус получить можно, только имея 6 миллионов рублей. Для простого человека это самый простой вариант. У меня этот статус есть. Но второй вариант заключить договор. Вот тот, о котором говорилась речь в предыдущем видео, ссылочку на которое вы видите вон там под значком И, или в описании к данному видео. Посмотрите. Инвестиции долгосрочные в индексные фонды. Вот о чем идет речь. И там как раз шла речь об инвестиции в S&P 500. На 15 лет заключается договор. Это долгосрочные инвестиции. Либо MSCI, там Apollo Supreme. Ну, мне это прямо вот, я когда узнал, мне это больше всего понравилось. Вообще классная штука. Вот такое дело. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Напишите, интересно такие видео или нет. Мне это очень важно, потому что это обратная связь. Ну, поставьте лайк, оставайтесь на моем канале. И до встречи. С вами был Демитрович Юрий. С вами был Демитрович Юрий.